ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Телекомпания НТВ Плюс предлагает вашему вниманию исключительное зрелище, а именно соревнования яхт, экстремальные гонки яхт в классе 40. Вместе с вами за последним днем вот этого пятого этапа, который проходит в Кардифе, наблюдать будет комментатор НТВ Плюс Алексей Михайлов и мой напарник, уже второй день мы работаем вместе, это Алексей Жиров. Он директор по связям сообщественности Всероссийской Федерации Парусного Спорта, так что прошу любить и желать. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, кто где смотрит НТВ Плюс, всем любителям парусного спорта. Сегодня у нас действительно потрясающее зрелище после вчерашнего такого кисляка и штиля, обещается достаточно хороший ветер, поэтому сегодня мы будем свидетелями действительно уникального зрелища международной серии парусных гонок, экстрим сейлинг серии, экстрим фоти, в простонародье говоря. 40 это футы, это естественно длина катамаранов, на которых гоняются. Немножко расскажу о самой регате. Регата достаточно интересного формата, сделана она специально для зрителей, располагается гоночная дистанция в непосредственной близости от зрительских трибун. Совсем небольшая акватория и небольшие глубины требуются для проведения этих потрясающих соревнований. И вот здесь мы увидим, здесь мы увидим в Кардиве буквально 300 метров акватории, достаточно для того, чтобы проводить эти потрясающие гости. Фестивальная бухта Кардива, как называется это место, ну и вот как выглядит этот город. Действительно город интересный, сталкиваются ребята сейчас с наплывом туристов, порядка 40 тысяч человек приехало посмотреть эти гонки в Кардив. И действительно есть что посмотреть, вы посмотрите, какие интересные сейчас кадры нам демонстрируют организаторы трансляции. Действительно надеемся, что сегодня все будет очень динамично, весело и здорово. У нас регата приближается к своему апогею, к своему завершению. И сегодня мы будем следить, собственно говоря, за чемпионскими гонками. Несколько гонок уже сегодня состоялись, ну и надеемся, что погода будет благосклонна. И вот этот бриз никуда не денется, потому что на камне мы так ни одной гонки целиком и не смогли посмотреть. Трижды яхты уходили на дистанцию, но потом гонка сворачивалась, отменялась. Потом был очередной старт. И как только мы вышли как раз из эфира, закончился вот этот вот продакшн, оказывается, все-таки еще пару гонок, но сумели организаторы навязать яхтсменам. Ну а сегодня самый, конечно, главный решающий день, это возможность поправить свои дела у всех. Ну и силы, конечно, тоже сэкономили на кануне. It's definitely raining, and it's pretty cool. The wind's going to be challenging today, because there's a weather front coming across the course, as you can see from all this rain. We're expecting the wind to crank around through 90 degrees, so it might disrupt our racing energy today. We'll have to reconfigure the course several times during the day, and that causes a delay between races. I'm going to try and get eight races in, and I don't see if I get more than that, and if the weather disrupts us too much, we might be able to follow the races. You can imagine, how dynamic all this happened, but day-to-day it won't be, unfortunately. I want to say that, of course, we have a great hope for the Russian team, who is taking part of these races. It's the first debut year for the Russian team Team Russia. It's the first debut year for the Russian team, which, of course, has been shown well in previous stages. It's already the fifth stage, and now, in general, our team is on the fifth place. In this game, they're in the eighth place. It's been replaced by the Russian team, after the Russian team, after the Russian team, the British Paul Campbell James came out, he left the team, he left the team, he left the team, and he left the team, he left the team, he left the team, he left the team, the four-kratable Olympic champion, the Olympic champion, and he left the team. He left the team, and he left the team. He left the team, and he left the team. We can see the distance, the front wind, the yachts will start. Yes, the distance we showed, how they will go. I didn't see it. I didn't see it. I didn't see it. But, in general, the team... As you can see here, it's a beautiful summer in Wales. Morgan Larsen. Unfortunately, a little bit of rain, but it is sailing to water sport, and we'll be prepared for a little bit of rain coming down. Hopefully, the rain brings wind. And it's all on today. You know, we've got a seven-point deficit to the wave, and I think JP Morgan is seven points farther back than us. So, there's a lot on the table. You know, I think in these conditions, you can rack up some points pretty fast. If you get on a roll, it's just about being cool-headed and getting on a roll. We've got a great first day. Led the pack. Day two and day three were okay. You know, I think we're four from both those days. So, we're lying third over all, going into the final day. We've got the two top teams for the rest of the year. They're the Alinghi boys in the wave. I'm in front of us. And we're going to hope that they go for each other a little bit. And we can jump both of them. But we've got a 20-point lead on four. So, all eyes are forward. Just like... And we've been in this position before. And, you know, we're just very happy. You know, it's the first time probably the season, we've gone into the last day in the lead. So... Yeah, so it's good. Mascat. Прервали нам его. Ну, в целом, в этой серии просто звездные экипажи. 60 профессиональных их сменов мирового класса, 12 команд. Вот сейчас мы видим перед нами турнирная таблица этого очередного этапа. Было проведено 30 гонок. Команда Alinghi лидирует. Видимо, это интервью было взято немножко раньше. Турнирная таблица очень быстро меняется. И положение команд очень быстро меняется. DWF of Mascat идет вторыми. JP Morgan с Bena Mansley третий. Наша команда сейчас закрывает турнирную таблицу. К сожалению, на 11 месте. Вот так вот быстро все меняется. Здесь прошло 30 гонок. Хотя вот в первой гонке сегодня Team Russia пришла второй. Да, и была на восьмой позиции. Собственно говоря, мы с тобой это буквально полчаса назад обсуждали. Но я продолжу. Итак, 60 профессиональных их сменов в 12 командах. За которыми, за обличами которых 37 олимпийских компаний, 50 компаний Кубка Америки, 108 титулов чемпионов мира. Гонки проходят на трех континентах и в восьми городах. Вот сейчас мы видим пятый этап. Действительно, катамаран уникальный парусный болид. Полностью, практически полностью выполненный из карбона. Разгоняется он до 60 км в час. Вы себе не представляете, как это выглядит действительно вот на воде. То есть вот близко. Удержать баланс, наверное, да? Да, еще приглядитесь, пожалуйста, когда мы будем, когда трансляция будет показывать вблизи катамараны. Там вот где-то под мачтой будет сидеть такой с испуганными глазами человечек. Это вот медиакрю, который на каждую гонку меняется. Вот сейчас мы его хорошо видим в красном спасательном жилете, в каске. Вот это вот как раз гость, так называемый гость каждого катамарана. Смотреть по сторонам все равно нужно очень внимательно. Сто процентов. Можно так получить-то по лбу хорошо. Ну или улететь куда-нибудь не туда. Но мы видим, что ветер пока в районе 12 узлов у нас на акватории. Неплохо, по-моему, вполне. Да, неплохо, лучше, чем вчера. Хотя я смотрел прогноз. Сегодня обещали и до 20 узлов. Может быть, к вечеру раздует, во время нашей трансляции раздует. Мы, во всяком случае, с Алексеем точно будем делать все, чтобы это произошло. Будем здесь сейчас посылать сигналы, флюиды, все что угодно, чтобы... Так, вот мы видим пресс-старт у нас 31-й гонки. Тренировочная такая. Ворьба уже началась, да. Итак, у нас 10 секунд до старта. Мы видим очень-очень активно команды сейчас выбирают позиции на старте. И вытесняет Алинги. Вы посмотрите, Газпром. Нет, удалось, удалось нашим стартовать прямо около судейского судна. Российская команда очень неплохо стартовала. Идет по ветру. Поднимается практически на плавник. Вот здесь Алинги активно протестуют. Пытаются сейчас штраф навесить российской команде. Тем временем будем смотреть, будут ли они совершать этот поворот штрафной. К сожалению, это сильно отбросит. Как мы знаем, вот это вот штрафные очки и, в принципе, катамараны. Любой поворот очень сильно. Решение уже принято? Да, вот мы видим, что сейчас несколько, сразу несколько штрафов будет. Да, и Газпром вот здесь сваливается, крутится. Газпром, к сожалению, Алинги заставил нарушить правила российскую команду. Откатились мы вот здесь вот в какое-то вообще болото залезли. Да, к сожалению, в этой конке не сможем мы увидеть борьбу за первые места российской команды. Но тем временем мы видим, как Team New Zealand очень хорошо подходит к первому знаку. Огибает его и выходит в лидеры. Вторыми французы с легендарным Франком Кама, покорителем океанов, который буквально недавно на своем тримаране совершил кругосветное путешествие, поставив новый рекорд скорости на тримаране порядка сорока четырех, по-моему, суток. Вот я боюсь ошибиться сейчас. Ну, это все-таки не в одиночку. Конечно, с командой. Да, очень динамично развивается ситуация у нас сейчас. Вот вы видите большой парус, вот этот передний красивый парус, который поднимают участники, спортсмены. Да, Газпром в самом конце там вот эта вот ошибка и вот этот вот разворот заставил их практически потерять, ну, все шансы на какую-то борьбу. Все-таки обогнут, да, значит, получается. Да, да, они сейчас пойдут на дистанцию. Вот этот большой парус я продолжу, который в самом впереди у гоночного болида называется Генакер. Ставится он на попутных курсах. Вот сейчас мы видим, с попутным ветром лодки приближаются к воротам, начинают их огибать. The Wave of Mascat группа AMA Team New Zealand, к сожалению, отвалился немножко от лидирующей группы. Видимо, зажало его в тиски конкуренты как раз из Франции. Ну, это здесь было сейчас. Да, 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 да. И мы видим, что вот сразу несколько лодок огибаются у ближайшей к нам точки, у ближайшего от нас пуя. Это JP Morgan, Real Stone и Red Bull. Посмотрим, принесет ли им эту удачу. Они разделились, да? Да, разделился флот. Пошли сейчас в лавировку. Используют два паруса. Передний парус, вот этот узкий стаксель, и задний парус, который крепится на мачте и на кике. Собственно говоря, отсюда слово «кикнуться», получить полгу киком. Вот этот большой грот. Вообще, катамаран имеет возможность достаточно остро ходить к ветру, используя вымпельный ветер, так называемый, который разгоняет лодку. Даже при отсутствии ветра лодка все равно движется быстрее, чем дует ветер. Ну что ж, мы видим, что лодки несутся к очередному огибанию. И посмотрим, правая или левая сторона. Да, все-таки, все-таки правая сторона наиболее удачная, потому что Red Bull, мы видим, хоть и обогнулся, но вот сейчас по корме проходит, и придется ему уступать дорогу, видимо, и Team New Zealand. Вот они сейчас будут по корме тоже проходить у Team New Zealand и только сейчас совершать поворот. С трудом разминулись сейчас, по-моему. Еще немного, и был контакт. А тем временем мы наблюдаем очень активное перемещение по турнирной таблице участников. Французы вообще отвалились, и мы видим, что лидеры гонки сейчас, лидеры общего зачета и гонки сейчас активно лидируют. ДВМов Москат просто потрясающую гонку проводит. Совершают они поворот. В общем, неплохой сейчас тактический маневр. Вот мне сейчас надо посмотреть общий план. Вот здесь залипли сразу несколько катамаранов. По-моему, было столкновение. К сожалению, нам не показали, каким образом оно произошло. И вот мы видим, наваливает, наваливает Team New Zealand. На знак сразу несколько лодок залипло. На знаки и теряют викинги из САПа. Алинги и Team New Zealand теряют заветные очки. И, видимо, даже Газпрома они уступят. А тем временем ДВМов Москат и Куправа Крупама очень комфортно отрываются от основного пилотона. Да, вот это вот действительно потрясающая борьба. И мы видим, да, вот здесь вот совсем закрутило их. Викинги, видимо, там задели хвостовой плавник сразу у нескольких лодок. И замедлили очень много. Кто штрафованы за это? Я думаю, да, очень большую группу они зацепили там, как в сети, поймали. Ну, действительно, для викингов это свойственно. Пошли на абордаж. Пошли на абордаж, там начали рубиться. Ну что ж, да, и мы видим, что и Алинги, и Team New Zealand, и САП только сейчас, только сейчас начинают движение. Разбутаться. Да, вот такая вот ситуация действительно драматическая произошла для Алинги, для швейцарцев. Были они во главе. И, в общем, неплохо стартовали. Наказали наш «Газпром». Но, как говорится, Бог на всё видит. Видимо, что-то Алинги слишком агрессивно на россиян начали нападать и наказали швейцарцев. Алинги метил, да? Да. Ха-ха-ха. Как минимум. Ну, а потрясающая работа ребят из Катара «Амман». Две команды выступают за это государство. Это «Две вейфов Маскат» и «Амманэйр». И оба они сейчас находятся в лидирующей тройке. Разделяет их французы. И мы видим, вот, очередное огибание уже очень комфортное совершает «Две вейфов Маскат». Давайте обратим внимание, вот здесь вот, нет, здесь всё-таки трамвай. Хотя была борьба там небольшая, по-моему, между «Газпромом». Сейчас нам покажут. Очень интересная, да, вот эта вот… Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Вы посмотрите, что происходит! Они чуть лоб в лоб не столкнулись. Алинги занесло куда-то туда, к берегу, и «Две вейфов Маскат». Вот это два лидера, которые борются за лидерство в общем зачёте, чуть друг друга не поцеловали. Что это было вообще сейчас? Я не понял, вот это вот движение «Алинги». Кто-то это вернёт, что ли? У меня такое ощущение, что «Алинги» просто… Они сейчас идут в конце пелотона, и, видимо, они просто решили своим друзьям так полюбить их, немножко подсуробить, потому что «Крупама» достала «Две вейфов Маскат». В общем, конечно, не по-джентльменски поступили, по-моему, швейцарцы сейчас. Очень некрасиво, мне кажется. Сами в призы уже не попадают, так и помешать основным соперникам. Ну и самое главное здесь ещё надо сказать, что… Вообще парусный спорт – это спорт джентльменов и леди. И вот такое поведение швейцарской команды, конечно, не даёт им, не делает им чести, это точно. Травлаем сейчас идут наши участники к финишу. «Две вейфов Маскат» продолжает лидировать, но «Крупама» достала сейчас своих коллег из «Амана», из «Маската». И, собственно говоря, посмотрим вот эту борьбу за первое место. Да, «Алинги», конечно, не очень красиво всё это сделала. Финишировали лодки. Да, вот это, по-моему, был финиш у нас сейчас. Я уже увлёкся вот этой вот ситуацией с «Алинги» и перед… О, ты посмотри, что произошло. «Алинги» прямо перед финишем пыталась помешать. Видимо, специально они остались там у нижнего знака и пытались помешать «Две вейфов Маскат» занять первое место, пропустить вперёд французов из «Крупама», но не удалось им это сделать. Кстати, это, конечно, очень некрасиво, очень некрасиво. Посмотрим. Вот «Газпром» сейчас финиширует. Значит, у нас был финиш «Две вейфов Маскат», «Крупама» и «Амангейр». Это тройка сильнейших. Мы видим, что «Газпром» финишировал, в общем-то, не так уж и плохо, но… В серединке. Плохо, в серединке, да. Четыре лодки пришли после него. «Риэлстол», «Сап», «Тим Нью Зиланд» и «Алинги». И это, кстати, многие из этих… Они до сих пор ещё не финишировали, да? Ощущение было, что они реально залипли там специально. И просто пошли навстречу «Две вейфов Маскат». Вот сейчас обсуждают активно, видимо, вот эту ситуацию. И судьи, может быть, будет какое-то дисциплинарное взыскание. Да, вот мы видим, что немножко подобрался «Газпром» Team New Zealand. Сократил вот это отставание. В общем, есть у нас возможность запрыгнуть чуть ли не на восьмое место. Здесь надо просто выигрывать. Очень плотно, да, здесь всё. И одна удачная гонка. И «Алинги», конечно, очень сильно сейчас подотстали. Вот, очень сильно. Вот только сейчас швейцарцы финишируют. Да. Очень неприятный инцидент. Ну вот, действительно, уже повеселей, Лёш. Совсем другое дело. Совсем другое дело, да. Совсем другое дело, да. «Катамаран». Действительно, «Катамаран» у нас не из воздуха взялся. Это небольшой такой реплика или прототип увеличенный олимпийского класса «Торнадо». Он стал вдвое больше, соответственно, да? Да, и очень много инновационных разработок в нём применено. Практически вся лодка у нас состоит из карбона. Натянута между поплавками такая специальная сетка, платформа, которая держит кончиков, ну и, собственно говоря, зрителей или медиакрю, которые присутствуют на лодке. Развивает, как я уже сказал, достаточно большую скорость, порядка 60 км в час. Это очень дорогая игрушка, надо добавить. Ну, относительно дорогая. Есть лодочки и подороже, например, в Кубке Америки. Но, да, в общем, тысяча, 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 тысяча. Выплывать на сильном ветре, ставить его на ребро. Я знаю, что мачта от этого «Катамарана» стоит 70 тысяч евро новая. Комплект парусов, я думал, где-то за сотку. Сколько на сезон мачта? Ну, знаешь, ты у меня сейчас спрашиваешь, как у владельца? Ну, одна, я думаю, что одна, но максимум две. Вообще, с точки зрения коммерческой и маркетинговой, очень неплохое соревнование, потому что, вот мы видим, да, мы видим, практически задел «Газпром», задел стартовое судно, пришлось ему раскручиваться. Алинги вообще очень грязно провели, очень грязно провели эту гонку. Я надеюсь, сейчас нам покажут вот эту вот последнюю, последнюю лавировку «ДВФов Маскат». Вот заходит Алинги третьим здесь, борется, борется Red Bull. Видишь, он вышел первым, но вот этот поворот, и всё, и проиграли. То есть, ближняя к нам сторона не очень выгодно. «ДВФов Маскат». Вот здесь вот оп-оп-оп-оп, и сразу смотри, САП вот там вот сразу нескольким лодкам помешало. Вот здесь вот вообще в Алинге сейчас и в Team New Zealand врежется просто. Так, и вот до конца, до конца. Мне очень интересно, что вот Алинги бас. Смотри, вот они ждут. «ДВФов Маскат» и опа! Очень некрасиво, очень некрасиво. Не по-джентльменски поступили швейцарцы. «На войне как на войне». «Да, да, 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 да. Хотя все хотят победить. Любой ценой, да. Но всё это так в пределах правил, но с натяжкой, пожалуй. Да, с большой натяжкой. Мы ждём старта второй гонки. Посмотрим, будут ли какие-то дисциплинарные взыскания. Продолжу я про само соревнование. Выстраивается большая зрительская трибуна на берегу. Выстраивается большой шатёр для партнёров гонки. И, в общем, достаточно комфортно находиться. Большая развлекательная деревня выстраивается для всех любителей парусного спорта. Очень приятно в ней находиться. Партнёр проекта компания SAP делает большой огромный экран прямо на... прямо на средних... ну, около зрительских трибунах. Я ввел тебя. Парадсь, что всё в порядке. Парадцать, что всё, всё то. С sorts, у них были большие какие-то шести лицы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Мы очень болеем и очень переживаем, и я уверен, что у ребят будет очень хороший результат по итогам сезона, первого их сезона. Сейчас они идут пятыми, это просто потрясающе. Дальше смотрим два триммера и оба англичанина, Алистер Ричардсон и Пит Каминг. Тоже британцы. Да, британцы. И баковый, российский баковый Виктор Сережкин. О, нет, бру. Сейчас у нас Алексей Кулаков. Да, Алексей Кулаков у нас гоняется. Два россиянина есть в составе из пяти человек. Да, да, да. А тем временем мы видим, что гонка уже, по-моему, началась. Мы пропустили с тобой что-то? Что-то мы с тобой увлеклись. Увлеклись. А, нет, слава богу. Нет, гонки еще не началось. Бронусское движение. Мы просто отвернулись от экрана, налили себе чайку. Вот здесь нам в студии достаточно прохладно. Принесли энергетический чаек. И мы немножко отвлеклись с Лешей. Ну что ж, тем временем представили мы вам российскую команду. Пожелаем удачи. Действительно, сегодня можно сказать, что Санкт-Петербург превратился в такую столицу парусного спорта. Очень активно работает Яглуб Санкт-Петербурга. Создали ребята парусную академию. Воспитывают достаточно большое количество интересных ребят, детей. Кстати, сегодня одна из воспитанниц Санкт-Петербургского ягд-клуба, Лена Калинина, завоевала серебро на чемпионате мира в кайте. Это действительно потрясающий результат. Ты знаешь, я не помню, где он проходил. Боюсь соврать сейчас тебе. Где-то в Европе, по-моему. Вот завоевала она серебро, и это с учетом того, что вообще Лена Калинина очень талантливая спортсменка, и мы возлагаем на нее большие надежды. Пока, к сожалению, кайт у нас не в олимпийской программе. Напомню всем любителям парусного спорта, у нас 10 олимпийских медалей разыгрывается в дисциплине парусный спорт. Достаточно медалоемкий спорт. С 96-го года у нас, к сожалению, не было медалей. Последнюю медаль завоевал Георгий Аншайдука. В Атланте это было серебро. И вот сейчас достаточно активно... Во время Олимпиады в Лондоне был шанс у Екатерины Скудиной. Да, Екатерина Скудиной. Я как раз был в Павлите. Болели безумно. Но не удалось все-таки. К сожалению. Не удалось. К сожалению, не удалось. И вот после этого... Кто же сказал, дал там, помню, был. После этого досадного, досадного такого проигрыша, федерация немножко поменяла свою политику в плане подготовки спортсменов. Сейчас мы больше сделали мы программу подготовки юношей. Привлекаем ресурсы именно в юношеской сборной. То есть оставили на откуп Министерство спорта основную команду, которую Минспорт финансирует. А мы занимаемся юношами и детьми. И, в общем, вот сейчас действительно юноши очень активно прут, можно так сказать. Потому что еще одна медаль у нас буквально произошла вчера. Это на первенстве Европы Максим Николаев завоевал бронзу. То есть действительно вот эта работа, она дает свои плоды. Надеемся, что все больше и больше отечественных их сменов. Ведь у нас просто прекрасная история российского паруса, великая история российского и советского парусного спорта. В 1912 году образована федерация. И сразу же в 1912 году мы завоевали первые медали. Тогда наш экипаж на Олимпиаде в Стокгольме завоевал бронзовые медали. Первое золото завоевал легендарный Тимир Пенегин в 1950 году. Потом была целая россыпь медалей. Порядка 27 медалей парусный спорт принес в копилку России и СССР. И вот сейчас, к сожалению, после распада Союза, вот три минуты мы видим до старта, сейчас будем смотреть за тактической работой. Быстренько договорю. После распада Союза это очень дорогой вид спорта, был заброшен практически. И многие наши специалисты... Не до парусов было. Многие наши специалисты уехали за рубеж. Так Виктор Коваленко сейчас тренирует Австралию и приносит каждую Олимпиаду по две золотые медали. Царствие его небесное. Валентин Манкин тренировал Италию. Умер, к сожалению, в этом году. И тоже приносил достаточно много медалей. Руслана Таран. Очень много наших действительно легендарных тренеров и спортсменов работали за рубежом. А почему они не были востребованы здесь? Слушайте, ну, представляешь, если у нас их смены подрабатывали таксистами, там, я не знаю, открывали палатки и так далее. Потом, в общем-то, началось какое-то движение, они начали как-то быть востребованными рулевыми каких-то катеров у очень богатых людей. Только потом, где-то в конце 90-х, часть российских бизнесменов увлеклась парусным спортом. Началось хоть какое-то возрождение. Начались реконструкции клубов. И вот сейчас мы видим, что в Москве уже парусную лодку взять на прокат проще, чем велосипед, на самом деле. В общем, какие-то 2-3 тысячи рублей. И ты берешь эту лодку и гоняешься там 3-4 часа, участвуешь в гонках. И это действительно здорово. И, кстати, те же парусные школы, например, сейчас просто мы в ситуации, когда нет тренеров. Потому что надо воспитывать тренеров, потому что парусные школы перегружены. Особенно в московском регионе. Очень многие отдают от детей парусные школы. И это здорово, действительно здорово. Надо рынок как бы обеспечивать кадрами. И это, в общем-то, тоже одна из наших задач. А тем временем мы видим, что у нас чуть больше минуты до старта. Да, усиливается ветер. Гроза какая-то тут приближается. Да, да, да. И мы видим, что сейчас начинают лодки. Немножко изменили стартовую линию. Сейчас лодки будут стартовать против ветра. От зрительских трибун. Вот здесь замерли они в ожидании. У нас 47 секунд до старта. Смотрим. Покажите общий план. Вот мы видим, да, Газпром здесь в серединку втесался. Этой группы. Получается, слева будут заходить на старт «Алинги», «Групама», «Рэдбул» и «Тим Нью Зиланд». Все внимание сейчас на лодке. Пытаются сейчас, вот «Групама» здесь маневрирует, пытаются на скорости выйти на старт. 12 секунд до старта. Немножко оттесняет «Тим Нью Зиланд», «Групаму». Здесь же вклинивается на правом галсе «Риэл Стоун», за ним «Сап Викинги». Отличный, отличный старт у «Газпрома», «Джипи Морган», «Дэвэйф оф Маскарт». Очень хорошо стартовал «Риэл Стоун». «Рэдбул», мы видим, врывается на левом галсе, будет уваливаться, уваливаться под соперников. Ай-яй, делает поворот прямо практически в нескольких метрах от «Газпрома». И здесь же «Алинги» пытается вклиниться в эту группу. Мы видим, что «Газпром» сейчас в лидирующей группе. И посмотрим, да, посмотрите, «Алинги» как пришлось уваливаться сразу под несколько лодок. «Газпром» идет третьим. Очень неплохо стартовала вот эта группа в центре. Ты видишь «Риэл Стоун», «Сап Викинги» и «Газпром» оторвались как сильно, потому что очень хорошо на правом галсе вошли на старт. И сразу вот эта вот тактика с левого галса. Видишь, «Джипи Пиндару» приходится вообще уходить туда в самый конец пилотона, потому что не дают им протиснуться. Не дают им протиснуться и повернуть. Очень плотной группой идет вот эта серединка. А тройка лидеров немножко оторвалась. Корпусы на три. Вот мы видим, совершили они сейчас повороты. Тут к верхнему знаку над галсами. Посмотрим, да. Будем надеяться, что «Газпром» сейчас навяжет борьбу и придет в лидерах. Болеем, болеем за наших, друзья. Отличная скорость. На одно ребро даже удалось поставить здесь. Ну, катамаран, ну, в общем, и соперники. Они тоже двигаются здорово. Да, и вот мы видим, как расположена стартовая линия ровно против ветра. Наконец-то классическое расположение, потому что, честно говоря, организаторы немножко надоели со своими экспериментами. Вот здесь мы видим классическую гонку. Сейчас надеемся, что «Газпрому» удастся навязать борьбу. «Джипи Морган» сейчас нам показывают. Очень неплохо они готовят сейчас, готовят к постановке «Генакер». Поднимают его туда, наверх. Совсем другое дело сегодня, а? Да, вот мне кажется, сейчас узлов до 20 увеличился. И вот сейчас целая группа начинает наваливаться на левом «Галсе», но будут пропускать они «Газпром». Не дадут ребята вклиниться в этот плотный поток. Но очень близко, очень близко конкуренты. Да, вот здесь сейчас может быть очень опасно «Джипи Морган» и «Рэд Булл». Очень опасно «Рэд Булл» пытается сейчас оттеснить «Джипи Морган» от знака. Удается им, да, очень-очень опасно. Пошли на этот контакт. Плечом к плечу. Да, плечом к плечу. «ДВФов Маскат» там же, группама «Газпрома» очень неплохо, очень неплохо совершили вот этот маневр. И сейчас практически, по-моему, идут на втором месте «САП», «Газпром» и «Риэл Стоун». Но мне кажется, уже неправильно это вот. Да, «САП» перевернул. Вышли в лидеры. «Газпром», мне кажется, все-таки вторым идет. Нет, третьим. Третьим немножко сваливаются ребята, потому что мы видим, что вот этот вот... Вот эти ворота, они немножко правее расположены. Давайте, ребята, сохраните, сохраните. Ой-ой-ой-ой, делают они поворот. Занесло их вообще туда, вглубь дистанции. Сейчас могут потерять они место. Очень хорошо «Риэл Стоун» и «САП» разогнались. Выходят они, залетают в эти ворота вдвоем. Идет матч-рейс за первое место. «Риэл Стоун» опять вылезли вперед. «САП» практически за ними. Огибается, сейчас будут бороться. Посмотрим, где «Газпром», где «Газпром». Ребята, давайте, «Тим Раша». Да, «Тим Раша» нормально, нормально. Они вышли. Видимо, немножко поменялся ветер. И выходит сейчас «Газпром» к знаку на третьей позиции. Ты посмотри, какая красота, как выходит «САП». «Викинги» несутся на одном плавнике к верхнему знаку. Красивейший маневр. Да, и сейчас «Газпром». Ребята, давайте, убирайте. Что-то там у них с закруткой было «Геннакера». Но все нормально. Справились они и понеслись. Давайте, давайте, понеслись. Прошли этот поворот. Ничего, ничего. Сейчас наберут скорость. Облизали они знак. Все хорошо. Вот здесь вот смотри, какое схождение опасное. «Пайндар» немножко. Чуть не помешали они «САП». Делают поворот «Викинги». «Риэл Стоун» тем временем лидирует. И «Газпром» на третьей позиции. Там снизу сейчас будет на левом галсе выходить на «Джипи Морган». Вот это вот очень опасно. Как мы помним, вот эта левая сторона, она не всегда, не всегда удачна. Совершают они поворот. Идут прямо на этот... Ребята, давайте, сохраняйте... Проворные эти катамараны, а когда есть ветер, оказывается. Да, это чистая геометрия. Вообще, многие называют парусный спорт шахматом и на воде. Нет, нормально. Проходим мы «Джипи Морган». Да, ну, покажите нам, покажите нам общий план. Показывают ДВФов Маскар. Где-то они там в середине пилотона. Ай, по корме пришлось пройти «Джипи Морган» «Газпром». Вот то, что я говорил, видишь, испугался, испугался рулевой. Не дал он газу, ну, так скажем, да, не встал на крыло. И в итоге пропустил он «Джипи Морган». Но, правда, здесь надо сказать, что сейчас «Газпром» будет выходить на знак все-таки на правом галсе. Надеемся, что не обгонит его «Джипи Морган» на второй лавировке. Ой, очень обидно будет. Да, пока показывают нам, что «Тим Раша» сохраняет третье место. И «Джипи Морган» нам показывают. Бен и Энсли там Болл Кэмпбелл Джеймс знает. Он психологическое состояние наших ребят может что-то подсказать опытному. Энсли смотрим. Да, сейчас будет «Газпром» совершать поворот. Ребята, давайте, совершайте уже, наконец. Вышли они на ленд-лайн. Очень мы за них переживаем. И понеслись, понеслись. Да, «Джипи Морган» показывают. Показывают нам, что «Джипи Морган» пока лидирует. И вот там сразу еще одна. Нет, здесь они должны все-таки уступить дорогу. Да, «Джипи Морган». Но на скорости, на скорости сейчас «Джипи Морган» должны сделать. Чтобы пройти. Отлично, отлично. Проходим, проходим мы британцев. Но будут они бороться тому знаку. Не будут давать они пройти спокойно «Газпрому». Нет, нормально. Вышли, вышли, вышли мы, вышли. Синхронно, да, проходит? Да, синхронно. Но у британцев будет все-таки небольшое преимущество, потому что они чуть ближе. Они будут сейчас вытеснять «Газпром» куда-нибудь туда, чуть подальше. Видишь, они вот, вот они что делают. Знаешь, что они делают? Они загоняют немножко «Газпром», сейчас совершат поворот. Одновременно с ними, одновременно крутимся. И за ними. Да, к сожалению, только четвертые пока. Ребята, боремся, боремся за третью позицию. А тем временем здесь же у нас... Эта позиция... Да, и здесь у нас матч рейс за первое и второе место. «Риалстоун» и «Викинги». «Викинги» не хотят уступать. Вот такие упорные норвежцы. Подходят они к знаку и идут на финиш. Ну что же, что же, где там наши? А почему «Риалстоун» сместился на вторую строчку? «Сап» теперь в лидерах оказывается. Не понял. Наказаны, что ли, они за что-то? Нет, 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 ошибка. «Риалстоун» первое, «САП» второе. Да, все правильно. Ну что же, «Риалстоун» с «АП» и третьими-третьими ждем. Да, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все-таки... Да, Боу Кэмпбелл Джеймс там что-то, видимо, вдул в уши. Бену Энсли. И смогли они завершить третьими эту гонку. Но наши молодцы. Четвертый приход очень не помешает сейчас российской команде. Четвертое место поздравляем. Поздравляем, ребят. Молодцы. «Рэдбулл» финиширует пятым. Ну что ж, очень бодро прошла вот эта вторая гонка из тех, что мы увидели сегодня. Ну, и приятно, что «Газпром» уже. Отличный. Хороший результат, как показали. Это четвертое место. И ты посмотри, что лидеры общего зачета сейчас вообще в конце пелотона. Потому что и «Алинги», и «Дэбэйфов Маска» финишируют там вот где-то седьмое-восьмое место. Группа «Манэйр» и закрывает. «Маска» то, чтобы сохранить лидерство, нужно все-таки «Алинги» да не пропускать. Любую цену вперед, да? Да, это да. Пускай даже в конце, но все равно впереди «Алинги». У них здесь свой матч рис. Да, неплохая, неплохая гоночка. И у нас остается еще достаточно времени, посмотрите, я надеюсь, еще парочку. Парочку гонок. Это уж точно, да. В общем, достаточно быстро все. И видишь, чувствуют, чувствуют наши поддержку, поддержку аудитории телекомпании телеканала «НТВ-Плюс». И действительно показывают нам, в общем, очень неплохую борьбу, друзья. Да, смотрим. Поднялись мы на десятую строчку благодаря этому четвертому приходу. И я думаю, что это прибавит уверенности нашим ребятам. И в следующей гонке мы также будем навязывать активно борьбу. И вот ты посмотри, что произошло. «Джипи Морган» сместил «Алинги» на третью позицию. Тогда второе, третье место сейчас. Все-таки вот это вот хамство, оно должно быть наказано, понимаешь? Швейцарцы, я, конечно, люблю швейцарский сыр. Обожаю Женевское озеро. Вот эти вот все подставочки, понимаешь, когда ребята подождали за углом, там вынырнули и хотели поцеловать своих конкурентов к десну практически. Это, конечно, не очень правильно, я считаю. Хотя, может, я не прав. Я и злой такой прям. В любом случае, в нашу комментаторскую кабину не приносят ведрами валидол, поэтому мы здесь переживаем так же, как и вы, у ваших экранов. Да, вот мы видим сейчас 3D-модель гонки. Видим, что очень неплохо разложил первую лавировку «Газпром» «Тим Раша». И вот сейчас я обращу ваше внимание на второй лавировке. Вот здесь вот, да, видите, вот зашел в это болото. Обогнулся третьим. И вот здесь вот «Джипи Морган» пошел по другой стороне, и на правом «Галсе» сейчас не хватило нашим уверенности. Вот здесь могли бы они набрать скорость и ушли туда. Вот «Джипи Морган». И вот эта, в общем, ошибка, она позволила «Джипи Морган». И вот здесь сейчас еще будет очень интересно. После окипания «Джипи Морган» увел «Газпром» чуть подальше. И вот повернули они, и уже все, не отпустил «Джипи Морган». Здесь вот, видишь, прям матч-рейс. Мы видим вот эту борьбу между российскими и англичными командой. И за третьей. Да-да-да-да-да-да. Очень интересная гонка. Спасибо. Сейчас будут менять медиакрю на бортах лодок. И небольшой промо-ролик от родкастеров, от компании. Все команды рейтинге идентичные 40-фот-long мультихолы. Они очень быстрые, и закрывающие скорости может быть в отчетах 100 км в час. Смотрите, как вы видите, помаром. Смотрите, как вы видите, помаром. Я думал, что могли бы выглазить в этот раз. И за третьей, старый, ИС! То есть, что шлемы очень даже к старту. Конечно, конечно. Однозначно, они просто обязаны на сжимах. Это 10 пунктов для победы, 9 пунктов для второго и так далее. Да, вот мы видим сейчас как раз эти лебедки, которыми, собственно говоря, с помощью них управляются паруса, добираются, или на борт справятся. Потому что, конечно, ни одни руки такое огромное парусное вооружение не смогут вытянуть. То есть, вы представляете, какое мощное парусное вооружение на этих катамаранах, превышающее их размер и в длину, и в ширину. И, в общем, действительно, здесь нужна ненюжинная сила для того, чтобы работать с парусами. Особенно в сильный ветер. Ну что ж, тем временем мы видим точь отновку. Тут включаются, в Кардифу. Мне кажется, там уже тут. Ну, на общем плане, мне кажется, тяжело разглядеть. Показывают, наоборот, российскую команду. Игорек, давайте. Мы болеем за вас. Да, видно, видно, что идет дождь. И вот опять, опять будет нормальная дистанция. Старт против ветра. Два круга. Отличный формат, зачем что-то менять? Потому что в поле. Абсолютно. Наконец-то ветер стал дуть в том направлении, которое нужно. И финиш. Два круга, и финиш. Ну что ж, тем временем у нас предстартовая процедура. Сейчас лодки будут занимать свое место перед стартом. Так, стартовая линия располагается между судейским судном, который находится в правом углу экрана сейчас верхним. И ой-ой-ой, как хорошо-то нам повезло. Спасибо, Семен. Протрем иллюминаторы. Да-да-да. Протрите глазницы. Ну что же, нам показывают команду Амманеер. В Аммане же специальная программа существует, да, по развитию вот этого яхтенного спорта. И единственный представитель, который есть в команде Маскат, он как раз прошел вот эту программу. И из нее уже он попал вот в эту экстремальную серию. Да, я хотел сказать, что как раз в Аммане легендарный Роб Гринл из Великобритании рулит этой лодкой. И там также один представитель Амана только. Вообще, вот мы видим, меньше минуты до старта. ДВФ Маскат куда-то туда убежал. Не успеют они, мне кажется, вернуться к стартовой линии. Очень неплохую позицию занял «Газпром». Хотя, хотя, сейчас они будут сваливаться туда вниз. И потом на левом галсе им придется выходить на всю эту большую группу. Посмотрим, посмотрим. Не знаю, видимо, снизу там будут. Мне кажется, все-таки вот более выгодно сейчас занимают позицию Алинги Джипи Морган. Вот там вот, в глубине, ближе к стартовому судну. Как мы помним, вот эта сторона, она 15 секунд до старта. Когда ты стартуешь, вот ДВФ Маскат будет проходить всех. И где-то вот там в районе Радбула, я думаю, будут крутиться ребята. А может быть, даже и выше. Да, вот около Радбула они начинают заходить на стартовую линию. Одна секунда. Старт открыт. Очень неплохой старт. И так нам показывает ДВФ Маскат, который идет последним. «Газпром» неплохо стартовал. Но мы помним, что им придется сейчас поворачивать. И контролируют их «Рел Стоун» и «Группама». И после поворота им придется на левом галсе проходить весь этот пилотон. Надо им по максимуму заходить туда, вот в эту кислоту, в это безветрие. Посмотрим. А ДВФ Маскат на самом деле может быть тактически и выиграет. Потому что сейчас они зашли как можно выше. И, в общем, по свежему ветру на правом галсе будут всех проходить. Да, и вот мы видим «Газпром» только сейчас, только сейчас из этой вот дырки пытается выгрызаться. А ДВФ в Маскат посмотрим. Да, ты посмотри. Тактическая линия у них какая была. Они обошли весь флот сзади. Стартовали последними. Но из-за того, что вышли на чистый ветер, сейчас они, мне кажется, вообще первыми выйдут туда. Вот «Газпром» мы видим, что там вообще они телепаются еле-еле. «Ребята, что происходит там?» «Сап» что-то произошло. В «Тихую гавань» в это лучше не заходить, конечно. Так, подожди, «Старт» что ли отменили? Так, отменили «Старт». Сейчас надо понять из-за чего. Либо общий отзыв из-за «Фальстарта» произошел. Да, мне кажется, что был общий отзыв. Просто целая масса лодок вывалилась на «Фальстарт». Из-за этого отменили старт этой гонки. Сейчас у нас состоится второй старт. «Москат, наверное, не в восторге, да, от этого?» Да, я думаю, да. Но вот ты видишь, действительно, вот эта сторона. И мы помним, в предыдущей гонке «Газпром» там где-то в серединке записался. И потом на правом галсе прошел сразу всех своих конкурентов. Собственно говоря, все трое. «САП», «Риелстоун» и «Газпром» прошли вот этим правым галсом. Поэтому «ДВФ Маскат» сейчас и сделал такой круг, чтобы зайти самыми-самыми ближними к судейскому судну. Я прошу прощей, к судейскому судну. И оттуда прорваться к верхнему знаку на правом галсе. В общем, действительно, такая тактика имеет место быть, и она работает. И вот то, что «Газпром» сейчас стартовал ближе сюда, свалился вниз, зашел в эту кислятину, туда вот, в берег, повернул, и там, да, гели-гели, что-то. Позицию хорошая. Да, вот мы, видимо, опускают. Сейчас наша команда «Парус», видимо, что-то произошло на старте. Сейчас будут производить какие-то действия с «Парусом». Да, не надо повторять вот этих ошибок. Мне кажется, стартовать снизу, конечно, совсем невыгодно. Надо все-таки залезать поближе туда, к стартовому судну. Это уже очевидно. Очевидно, очевидно всем, что стартовать надо как можно ближе к судейскому судну. И выходить правым галсом на весь флот, рубить всех, собственно говоря, и занимать наиболее правильную позицию. Пауза затягивается. Я хотел про Роба Гринл рассказать из команды «Амманер». Да, мы видим, что-то произошло у нас с «Гротом». Ворвали парус. Вот Игорь Лисовенко сейчас на нашем экране пытается убрать парус из-под своих ног. Что у нас произошло? Что произошло с парусом? Хватит ли времени нам между конками, чтобы исправить эту досадную поломку? Да, смотрим мы, что сейчас отвязывают они «Грот». Отвязывают «Грот» полностью. Слушай, порвался что ли «Грот»? «Гротом». И пометку. Все лодки зарифить паруса. В связи с тем, что, видимо, пришел достаточно сильный ветер. Как я и говорил, больше 20 узлов обещали в этот день. И все лодки рифят, берут рифы на парусах для того, чтобы обеспечить безопасность на дистанции. Мы видим, что действительно старт был просто мега бешеный. Скорости просто на пределе. Актреальная безопасность. Ну, площадь паруса влияет на скорость лодки. Их делают меньше. Их делают меньше. «Грот» делают меньше, чтобы скорость все равно не будет ограничена. Ты увидишь, что они сейчас будут внестись практически с такой же скоростью. Просто если оставить весь парус, то, в общем-то, можно совершить переворот и через нос. На самом деле, такие случаи бывали в экстрим-фоте. Это катамаран. Можно потерять управление катамараном. Он просто зароется, волнует, перевернется через нос. И тогда, в общем, можно так очень серьезно пострадать. Да, мы видим, что все сейчас берут один риф на гроте. Действительно, пришел, пришел хороший, свежий ветер. И вот сейчас у нас есть возможность рассмотреть как раз структуру управления. И, собственно говоря, вот весь, всю техническую часть катамарана. Вот мы видим такую длинную палку в самом конце, объединяющую два пера руля. Это располагается на обоих плавниках. На плавниках и на правом, и на левом. Рычаги управления есть и на правом плавнике, и на левом плавнике с людьми. С людьми, в смысле говоря. Я люблю спиртить самостоятельно. Когда я спиртить самостоятельно, я люблю физическую аспекту. Я люблю то, что это все на тебе, чтобы сделать свои решения. Но потом, чтобы обращаться к команде, чтобы общаться все эти опыты с командами, это было очень приятно. Я думаю, что большая часть этого, это просто весело. И весело с моими компетентами, это мои коллеги, она очень довольна тем, в какой команде она оказалась. Ей приятно. Гоняться вместе с этими людьми. Она говорит о том, что не просто принимают свои решения. То есть, чем сильнее, чем сильнее, тем более эффективнее. Для меня, я думаю, что с целью, которые я имею, и где я хочу идти, я должен быть как сильнее, чтобы не было физическим аспектом. Это тоже очень важен, нужно быть постоянно сильнее. Если вы поставите на работу, вы можете быть сильнее, чтобы это сделать. И доказать всем, что не важно, кто на великолепене или кто на великолепене, это может быть сделано для кого-то, кто сильнее, чтобы получить эту великолепене. Это моя вторая сезон с Долиньки. Это очень хорошая команда. Они просто были вместе за так долго, и они знают друг друга. Все вернулись друг к другу, чтобы делать друг друга. Если что-то случится, в одном месте, где они не смогут выполнить их работу, кто-то там сразу будет поддерживать. Все работает так хорошо в команде. Есть очень хорошая вера. И, наоборот, они просто победили. Я думаю, что у нас есть потенциал, амбиции, все это присутствует. Собственно говоря, на Лондонской Олимпиаде это главное прессищено победами. Одна из главных соперницей Катерины Спудиной. До того, в классе на Лазер. Анна Тони Клифф победила и выиграла золотую медаль на Олимпиаде. В общем, действительно, титулованнейшая спортсменка. Сейчас швейцарцам помогает лидировать в общем зачете Extreme Sealing Series. Берут риф на парусе. Тем временем все участники регаты. У нас 30 минут. 30 минут остается до конца нашего эфира. И мы очень надеемся, что нам хватит. Да, вот видим, что Amon Air не торопится, The Wave of Muscat не торопится брать этот риф. И очень мы хотим посмотреть еще одну гонку. Надеемся, что хватит нам времени на это. Эта трансляция все-таки позволит нам. Да, мы видим, что на полтора метра опустили. Зависит. А кто-то сделает это, но они настолько... А кто-то под шумкой двое решит там пошалить, да? О, это большой кастер. Смотрите, кастеры от никуда не придут, чтобы они помогали. Парус, он... Судья этого не занесет, да? Да, да, да. Можно и ведро кому-нибудь прикрепить куда-нибудь в Киев, чтобы притормозить соперника. Сити. 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 О, нет! Ревбоник свободен. Вот мы видим, да, вот нам сейчас показывают. О, вот через нос, ты посмотри, да, вот этот переворот, The Wave of Mascat, конечно, просто потрясающе. Team GAC, Pindar, power on, but they're going down. GAC Pindar... О, the wind has really increased. Парус, a little over. Да, и вот через нос, ты видишь, вот, собственно говоря, да, избегая вот таких вот вещей, пытаются... пытаются избежать сейчас организаторы вот таких вот вещей. Здесь же тоже видишь, зарипленный парус. О-о-о-о! Да, вот это да! S&P тоже здесь ломают мачку. Да, в море всяческая встреча. И вот здесь группа мы тоже слегка на блины решили порезать. Да, и вот такой вот прекрасный, прекрасный планчик нам из Китая в конце эти нарезочки. после перевернувшихся уже, да? Да, 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 да. Курс, тем не менее, сохранял на какой-нибудь... Можно искупаться и спать. Ребята любят плавать. Мы, кстати, их смены плавать не говорят. Потому что плавает, конечно. И их смены. Вообще, конечно, российские акватории очень богаты своими событиями. В календаре там более 200 соревнований и клубного уровня, и всероссийского уровня, и международные регаты в России проходят. Обалденная регата на Байкале есть. Трансбайкальская регата. То есть она пустой уикендом, да, эта регата? Нет, Трансбайкальская, она через весь Байкал, вот, ну, получается, от Альхона до Чевыргуйской бухты, до Государственного заповедника. Там пять дней гоняются в этой трубе и возвращаются также вот такой большой маршрутной гонкой. Очень интересная, очень красивая природа, очень красивая, очень дружелюбные, очень дружелюбные ребята. И, конечно, очень неплохая, вернее, один из лучших, наверное, в России парусных центров у нас работает в Владивостоке. Сейчас вот в сентябре там стартует Кубок Залива. Конечно, далековато, да? Слушай, ну, далековато, зато там Япония, Корея, Китай, держава, которая культивирует парусный спорт сейчас очень активно. И вот Кубок Залива Петра Великого, который стартует буквально через неделю, там по Владивостоке. Очень интересный регат тоже, который идет по нескольким сразу бухтам, огибая острова и, действительно, такая, на выносливость ночные гонки и так далее. Большое приключение, да? Да, и вообще, кстати, это одна из акваторий, где можно провести российскую 600-мильную гонку, например, с теми же корейцами, китайцами и так далее. То есть там регион-то насыщенный, очень насыщенный. И Япония культивирует парусный спорт. Там жизнь кипит, на самом деле, парусная. И, конечно, вот открытие границ наших и внутренних вод очень помогло, в том числе и Владивостоку, по проведению международных соревнований. Конечно же, шикарный парусный центр у нас в Санкт-Петербурге. И я думаю, что, в общем, даже олимпийские игры мы можем принять в Санкт-Петербурге. Я имею в виду парусную часть без проблем. Конечно же, на Черном море неплохие у нас... Дело за малым заполучить еще сами игры только, да? Понятно, да. Целое лазурное побережье сейчас к нам присоединилось. Я имею в виду просто неимоверные перспективы для развития яхты, когда открывает Крым. Там практически в каждом месте. Начиная от Артека, Балаклава, Феотосси, Севастополь. Везде есть яхтенные марины. То есть нам, по большому счету, тем же яхтсменам уже не нужно выезжать куда-то в Италию, во Францию и так далее. Просто нужен чартерный флот. А уж точно где там походить есть. И теплое море действительно... Ну, сейчас пока, конечно, у нас политические санкции и так далее, и так далее. И здесь уже не знаешь, радоваться этому или нет. Но факт есть факт. Получили мы свое лазурное побережье. Очень неплохо развивается парусный спорт на Волге. Конечно, традиционное это Итальяти. С большими... Много там яхт-клубов очень хороших, интересных. Выделю, конечно, яхт-клуб Дружба. Нижний Новгород. Речная регата, наверное, сильно отличается. Ну, мы сейчас видим с тобой речную регату, на самом деле. Потому что... Тот же Кардив, да. Вот мы видим, это акватория. Она хоть и соленая вода, я понимаю, что это море, но на самом деле... И там есть и приливы и оклеевы, конечно. Но на самом деле, в общем, это речные условия. На реках, на озерах неплохо дунет, на самом деле. Вообще, конечно, в России достаточно короткий парусный сезон, надо это признать. Все-таки, хоть мы и омываемся тринадцати морями, и великая морская держава. Но сезон у нас очень короткий, порядка пяти-шести месяцев. И, кстати, очень неплохая, очень смешная гонка, Леш. Я тебя приглашаю. В октябре проходит у нас на Клязьме бешеная такая фановая гонка. Называется она Чичестер Рейс. В честь сэра Фрэнсиса Чичестера, парня, который в одиночку обогнул земной шар. Гонка заключается... Концепт ее заключается в том, что на больших лодках, на которых обычно гоняется по пять, по шесть человек, садится один человек и участвует... И участвует в регате один человек через все Клязьминское водохранилище. От Пирогова туда вниз до моста около Дмитровки и обратно. Я тебе говорю, это супер. Это посмотреть, это просто кайф. Ну, то есть там людей выносят на берег и так далее. Ну, это класс. Я тебя обязательно приглашу посмотреть. Я буду так. Это стоит посмотреть. Не приглашаю тебя в качестве рулевого, потому что это слишком экстремально. Но посмотреть это действительно здорово. Ну, и, конечно же, Москва. Да, я уже говорил, что неплохо здесь у нас все обстоит с яхтингом. И порядка там 14 парусных детских школ, очень много школ для взрослых. И на Химкинском водохранилище сразу две школы работают. И чартер там, и обучение, и так далее. Это вот буквально водный стадион метро. И на Клязьминском, Пироговском водохранилище очень много центров, где можно взять лодку на прокат, приехать с друзьями, просто провести там день, потом погоняться и так далее, и так далее. То есть, действительно, рынок этих услуг, он развивается. Люди приходят знакомиться с парусом, потом начинают заинтересовываться, начинают влюбляться. Любовь на всю жизнь оказывается. Этот наркотик проникает в кровь, отдают своих детей в парусные школы. И, в общем, так, 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 вот, дальше, дальше, дальше. Но, вообще, хочу сказать, что русские, конечно, очень интересные, очень проникновенные, очень экстремальные люди, потому что великих путешественников и людей-покорителей океанов у нас не меньше, чем в любой великой морской державе, а может и больше. И ребята, которые тихо-тихо, абсолютно, даже без всякого пиара. У нас есть, конечно, люди, которые очень активно пиарятся, в том числе и путешественники известные, и имена всем известны. Но есть люди, которые просто идут, покоряют океаны. И мы только потом, у нас, например, из Новосибирска, представишь, из Новосибирска люди на надувном тримаране, надувной, многокорпусное судно, три поплавка, надувной. Их было пятеро. Я смотрел видео, там, нападала на них акула, прокусывала этот поплавок. Ну там, ну просто шторма, у тебя надувное судно. Это просто шок и трепет, ты понимаешь? Это очень крутые парни. Потом ребята, наши гайтеры, впервые в истории преодолели Берингов пролив на гайте. В прошлом году, ребята, за одну навигацию обошли Северный и Южный полюс. Это просто невероятно. То есть реально в это невозможно поверить, но они это сделали. Действительно, Россия богата, богата талантами, богата людьми, которые выбрали для себя свободу, выбрали для себя этот путь сложный, экстремальный, но в то же время такой притягательный, такой волнительный путь обладания вот этим мастерством управления ветром. Себя точно можно проверить, да? И водой, да, абсолютно, абсолютно. И вообще, кстати, вот ты посмотри, как много бизнесменов сейчас приходит в яхте. Я тут задался вопросом, а почему? На самом деле, ответ простой. Ну, вот он пришел мне в голову так, между чашками чая вечером. Ну и? Ты представляешь, ты всего достигну. У тебя все есть. Тебе нечего, тебе уж, тебе нечего хотеть. Ну, как скучно, да, там, ты можешь там, я не знаю, куда угодно поехать, но это уже не приносит радости. И вдруг ты погружаешься в мир, который был абсолютно для тебя неизведан, в котором ты ноль, в котором ты вдруг можешь достигнуть чего-то еще большего. Это как открыть другую галактику, да? И вдруг появляется какой-то смысл жизни, вдруг появляются какие-то новые знакомые, очень интересные люди. Ведь в яхтинге нет, там, ну, таких совсем бездумных, скажем так. То есть все люди очень интересные. Кто-то пишет стихи, кто-то рисует, кто-то просто увлекается техникой. Ну, то есть... Объединяет их море, вода открытая. Всегда есть, да, всегда есть о чем поговорить. И когда ты приходишь в яхт-клубы, и здесь рядом еще какие-то их смены, пусть тебе даже совсем незнакомые, кто-то тебе обязательно льет рома или чая, но я предпочитаю первое. И, в общем, разговор, он пойдет и затянет тебя до глубокой ночи. Это предупреждение или это реклама как раз паруса? Да, ты знаешь, один чемпион мира... Можно просить все просто, да? Да, так и делают. Вот сейчас есть проект, ребята сделали проект, продал квартиру, развелся с женой, сейчас покупают яхту, делают, но они, правда, поблизости такой пиар-проект делают. В общем, продал все, покупают яхту и будут готовиться к путешествию, рассказывают все на своей страничке. Семья была отцеплена. Вот он как-то сказал, что жена не захотела его поддержать, иначе неправильная жена у него. Я, конечно, все-таки против таких экстремальных вещей, потому что, конечно, семья – это очень важно. Петер – здоровый спорт и постепенно – здоровый спорт. И, кстати, к счастью, он очень хорошо отец, выкуваетесь, здоровый, молодой учитель. В Лунице – это очень здоровый спорт и здоровый спорт. Учитель – большая нужна, здоровый спорт и здоровый спорт. В любых, первая, тем временем, он очень хорошен. В том числе, будем откровать. На этом все, как с темпом, поливое сердце. А тут у нас очень важно. Я уже… Я очень codes conciliar на пиар, Петер. Физикально очень хорошо, сильный и очень сильный пенчатый. Сейчас закручивается. Но нам-то никто не помешает. Ну что же, тем временем мы видим, что пауза затянулась. Тает секунды у нас до конца прямого эфира. 20 минут у нас остается. Очень надеемся, что мы увидим еще одну конку. Ветра хватает, чтобы ее увидеть. Сейчас зарифленные лодки пытаются прощупать акваторию. Все взяли рифы на парусах. Мы не всегда были хорошо, но мы были молодые. Но сейчас мы будем смотреть на него. Мне кажется, это очень интересный паагон. Может быть, я был наиболее и компетитив. Когда я был маленький. И я мог бы взять мой футбол от газа. И было бы спокойно. Мы были наиболее теннице. И снукер, вообще. Я всегда был лучший в снукер. Мы всегда играли много. И он, наверное, был лучший в теннице. И он всегда хотел играть много. Он был бы лучше в снукерах. Но в паузе не было много. Может быть, немного лучше в паузе. Но я мог бы победить. Я мог бы победить. Я мог бы победить. Какие игры предпочитают? От карт до снукера. Такие перестрасти, включая пауза. Я не могу здесь, пытаться отстать своего брата. Ни у них пытаться отстать меня. Мы не можем победить. Я думаю, мы желаем вместе с другими. Он один из лучших победителей. Поэтому это хорошо, чтобы он был на муне. И его победил. Это очень круто. Он не был бы ни в шагу на воде. Это очень круто. Это были два брита. Лучше. Я поджажу, которые соперники на воде, противостояние продолжается. Ну что же, вернулись мы в Кардив после небольшой экскурсии по России. Но лодки, похоже, привели в порядок. Да, 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 да. Мы видим, что абсолютно все взяли рифы на гроте. И сейчас дали им, я думаю, 5-10 минут для того, чтобы освоиться с новыми условиями. Будем свидетелями, надеюсь, старта третьей годки сегодняшней нашей прямой трансляции. Хотелось бы еще одну посмотреть. Мы рассчитывали сначала на большее, но вот так. Программа чуть скомбана получается. Все время, да, на воде что-то происходит, да? То, куда-то девается ветер, то нужно лодки как-то перенастраивать. Ну да, здесь не отпускает ни на секунду. Судейский корпус, наверное, тоже чудит иногда, да? Конечно, не отпускает тебя ни на секунду ситуация на воде. И, кстати, парусный спорт же очень хорошо развивает тех же детишек, например. Посмотрите на ребенка, который пришел в парусную школу, и через три месяца в нем, посмотрите, два разных персонажа. Потому что, ну, ты представляешь, тебя бросили в лодку. И у тебя, значит, ты отвечаешь за свою жизнь. Ты начинаешь разбираться в геометрии, в метеорологии с ветром, в гетродинамике и так далее, и так далее. То есть, ну, действительно, такой интеллектуальный вид спорта большой. А потом, вот эта магия. Представляешь, как можно без мотора двигаться? Ну, это же офигенно. Это же вот ощущение, я не знаю, какой-то радости безумной тебя охватывает, когда ты вдруг понимаешь, что ты можешь это сделать, что ты можешь управлять этим ветром. Понятно, что океан тебя сожрет. Понятно, что не надо самонадеять допускаться во все тяжкие, потому что... Звучит как приговор. И есть же, какие-то те, кто выживают, кому он, оказывается, не по зубам, океан. Да нет, понятно, что понятно. Я просто это говорю к тому, что всегда надо оценивать свои силы абсолютно трезво. И это спорт связан с повышенной опасностью. И если ты идешь через океан, ты должен понимать, что, в общем-то, ты можешь не вернуться. Серьезно. Но мой формат, это, конечно, прибрежное плавание с хорошими ресторанами, с гонками днем, вечером. Чтобы берег не исчезал. Да, это пока моя тема. Так как-то безопаснее, действительно. Ну что же, мы видим судейскую бригаду, главного судью, который сейчас что-то активно обсуждает с организаторами на берегу. Надеемся, что вот сейчас пока висит морковка. Это у нас на судейском судне. Мы видим отложенные старты. Да, остается у нас четверть часа. Ай-яй-яй. Ну, действительно, сегодня потрясающий день. Подарили нам участники пятого этапа экстремцилинг-сюрес. Снова распогодилось в городе картины. Да. Распогодилось, да? Да, да, да. Картифрон. Так, вот мы видим, немножко поменяли они расположение стартовой линии. С этим в том числе были связаны... Зашел ветер, с этим были связаны вот эта вот остановка. Не только с тем, что надо было, значит, с парусами что-то сделать. Сейчас не пойду, еще и поменяли расположение дистанции. Три минуты у нас до старта. Три минуты и еще минут десять на саму гонку. Так, смотрим. Может, впишемся? Смотрим. Вот мы видим, что «Газпром» сейчас уходит туда вот вправо. Пытаются они все-таки не совершить эту ошибку. В принципе, все понятно, что слева стартовать не очень выберут. Посмотрим, как сейчас будет располагаться у нас... Да, вот здесь вот справа-справа копятся участники. Посмотрим, кто из них... Три минуты до старта, кто из них выберет наиболее грамотную, правильную позицию. Здесь, в общем, на самом деле все может быстро поменяться. Здесь очень быстро надо реагировать. И до доли секунды у их сменок для реакции на изменение погоды, на изменение ветра. И, может быть, в доли секунды изменится и лучшая сторона, так скажем. Откуда правильнее стартовать. Тем временем, мы видим, совсем уходят сюда уже во внутреннюю часть бухты. Многие участники проносятся перед зрительскими трибунами. Кардик продолжает жить своей, да? Да, да, да. В общем, вот как раз нам показывают внизу этот шатер, где располагаются у нас основные зрители. Штаб-квартира? Очень симпатичный городок. Я смотрю, тут какой-то и деловой центр там есть. Не был я ни разу. Не был я ни разу в этом. Здесь столица Уэльса. Гастром. Нет, дальше Лондон тоже не забирался. Дальше Портланд там. Да, Портланд. Все залезли, все залезли вглубь. Я вижу, что Гастром, по-моему, пытается пристроиться. Правильно ли это, неправильно покажет время? Я бы, честно говоря, здесь не смотрел ни на кого, ни на каких лидеров, а все-таки сам пытался выбрать наиболее правильное решение. Слева стартовать все-таки не очень. Слева стартовать не очень выгодно, потому что все-таки потом на левом галсе надо будет проходить. ДВФ в Маскат сейчас будет совершать этот поворот. Давайте мне это смотреть. Слева стартуют Агазпром, Тиммюхилл, Таманэйр и Редбург. Улл залезает туда, к судейскому судну. Газпром начинает всех приводить. Да, вот сейчас будет борьба. Старт открыт. Я не понял, где время? Так, 19 секунд до старта. Вот мы видим целая группа здесь вылезает. Редбулу мешает, мешает Аманэйр и Редбулу залезть на стартовую линию. И Тиммюхилл не дает и самому Аманэру. Да, вот начинают разгон. Начинают разгон. Очень неплохо, мне кажется. Алинги стартовала. Старт открыт. Итак, смотрим. Смотрим, что же у нас здесь будет по расстановке. По моему ощущению, неплохо стартовал Газпром тоже. Алинги на свежем ветру. Сейчас будет все-таки лидировать, мне кажется. И вот эта вот левая сторона, она действительно сейчас отработала. Да, и мы видим Алинги, DWF of Mascat, SAP и JP Morgan там у нас стартовали. Но, в общем, неплохо пока и Габбайндар, и Газпром, и Тиммюхилл держатся. Тоже они в лидирующей группе. Как важно здесь правильно рассчитать. Все правильно рассчитать. Посмотрим, будет ли у нас хотя бы один поворот. Потому что такое ощущение, что яхты практически против ветра идут на знак. Вот Газпром очень неплохую скорость набрал. Ты посмотри, как они отрываются сейчас от JP Morgan. Там, по-моему, опережают они их. О-о-о, ты посмотри, пришло, пришло. К Газпрому пришло. Опередил он Габбайндар. И там Тиммюхилл немножко отстал. Посмотрим, может быть, и первыми обогнутся наши ребята. Болеем, болеем за российскую команду. Нет, мы видим, что... Вот, Тим Раша третья. Первая Тим Раша. Первая Тим Раша. Ты посмотри, что происходит. Да, пришел ветер как раз вот сюда вот, к этой правой группе. И опередили, и опередили. И сейчас придется поворачивать с AP Алинги. ДВФ в Маскат. Вот здесь матч-рейс опять начался между двумя лидерами общего зачета. Действительно, ты прав. Я впечатлю, что они только друг другом занимаются. Нет, но ты видишь, JP Morgan сейчас вклинился в их борьбу. И оттеснил Алинги на третью строчку в общей турнирной таблице. А Газпром тем временем первым, первым огибаются ребята. Игорек. Молодцы, молодцы. Первыми обогнулись российская команда Тим Раша. Вслед за ними Тим Нью Зилан. Друзья, вы посмотрите, какой отрыв. Сразу четыре корпуса делают поворот. Отлично. Отличную тактическую борьбу демонстрируют россияне. Начало просто супер. И ты посмотри, действительно, первый сезон, а уже такие результаты отличные. Очень хорошая гонка. Надеюсь, не вырубят нас. Сейчас осталось 7 секунд до конца трансляции. Вот мы видим вот этот замес между Алинги и ДВФ в Москве. Понятно, что они лидеры. И с Айпи там вклинивается. Совсем рядом. И парк. JP Morgan. Вот это да. Вот это да. JP Morgan. Алинги сегодня просто грязно. Очень грязно работает на правом, на левом галсе. Они пытались пройти перед JP Morgan. Да что ж такое-то, ребят? Как вы работаете вообще? Где вас учили парусному спорту? Интересно, есть ли там повреждения? Ну, а тем временем Газпром, чем Раша лидирует. Ничего не отменят. Все, идем вперед. И будут Алинги, будут Алинги сейчас совершать, совершать штрафные круги. Да, вот это борьба, друзья. Газпрома. Очень, очень грязно сегодня швейцарцы работают. Мы помним, как они, видимо, заняты. Они постоянно вот этой вот вознёй с ДВФ в Москву. И то, что их отбросил JP Morgan сейчас на третью позицию, совсем вот лидеров немножко как-то расквасило. И начали они ввязываться во все вот эти тяжкие, понимаешь? Вылетать на левом галсе. Пытаться тут... Вот, пожалуйста, Алинги штрафные, штрафные. Давайте крутитесь, ребята, на месте. А тем временем Газпром подходит к верхнему знаку. Опять эта швейцарская махина тут шпроты свои разбросала по акватории. Отойдите, дайте нашим обогнуться. Да, мы видим, лидирует, лидирует сейчас. Уже получается, да, отгоняем? Да, лидирует сейчас Газпром Тим Раша. Уверенно лидируем мы. Подарим, подарим россиянам, подарим россиянам. В финальной гонке нашей трансляции первый приход. Ребята, болеем за вас. Это был бы лучший расклад вообще. Абсолютно. Не мешайтесь там, не мешайтесь там нашим Team New Zealand. Только сейчас подходит к вернему знаку. Очень большой отрыв от российской команды. Да, 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 мы видим, что очень хорошо ведут к победе. Сейчас наши ребята, свой гоночный болид. Гоночный болид. Почему нам показывают Джипи Морган, Алинги и, значит, Тим Раша, естественно, лидирует. Тим Лизион на втором месте. Так, мы смотрим. Отрыв у нас порядка пяти корпусов. У нас еще один круг, да? Или нет, на финиш они уже пойдут сейчас. Сколько у нас кругов было? Первая лавировка. Вниз они спустились. Четыре уже, пожалуйста. Все, нет, нет, не четыре. Два. Вот сейчас наши пойдут на финиш. Ну и, друзья, хоть нам и показывают лидеров. Или еще один круг. Сейчас, да, по-моему, еще один круг. Да, разворачиваются. Надо еще раз подняться и потом уже последний круг отрыв. Да, 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 да. Нам, конечно, показывают дуэль между лидерами, которые в конце там, им уже не очень важна вот эта вот возня впереди. Но нам эти очки, конечно, важны, как ничто другое. И вот здесь ДВФов Маскат мешает, мешает Team New Zealand. Придется им несколько метров лишних пройти. А тем временем «Газпром» встает на одно крыло и несется, несется к своей победе в 33-й гонке этапа Extreme Selling Series. Да, ребята, это здорово. Это действительно здорово. Видеть эту работу российского экипажа. Подлетают они к верхнему знаку. Остается у нас совсем немного времени. И, надеюсь, мы увидим финиш российских ребят. Мы обязаны досмотреть. Да, огибаются, огибаются, огибаются россияне. И несутся к последнему. Так, обогнулись. А Team New Zealand тем временем только начинает подходить к верхнему знаку. Ну что ж, уважаемые друзья, не хочу сглазить. И мы видим, что Team New Zealand опять здесь. JP Morgan мешает, мешает пройти. Ничего, нет, все получается. А тем временем «Газпром» Team Russia. Да, и это не может не радовать. Поздравляю всех любителей парусного спорта с таким завершением нашей трансляции. Следите, конечно, следите за результатами на фейсбуке и на сайте Всероссийской Федерации парусного спорта. На сайте яхт-клуба Санкт-Петербурга. Я думаю, что все подробненько по сегодняшнему дню и по результатам там будет описано. А тем временем «Газпром» Team Russia побеждает в 33-й гонке сегодняшнего дня, последнего завершающего дня Extreme Sealing Series, Extreme Forti. Поздравляю вас, уважаемые друзья. Вот на этой оптимистичной ноте, собственно говоря, мы готовимся завершить нашу трансляцию. И напомню, что еще один следующий этап, который пройдет в Стамбуле, будет в середине сентября. И у них точно, что это событие вы тоже сможете увидеть на НДВ+. Вот запомним вот такой образ, да? Да, по-моему, очень неплохо. Лучшее воспоминание об этом в Картифе. Сейчас будет огибание. А, ну все, финишировали, ребята. Поздравляем, поздравляем всех любителей парусного спорта с этой победой. Подарила нам российская команда победу в завершающей гонке. И это действительно не может ни радовать, ни вселять в нас оптимизм. Российский парусный спорт действительно продемонстрировал очень неплохую свою подготовку. Поздравляем мы российскую команду, поздравляем вас, уважаемые друзья. Ну а мы встретимся... В общем, раз пару недель. ...на следующем этапе международной серии гонок Extreme Series. Вот аплодисменты, заслуженные аплодисменты «Газпром», «Тим Раше». Триумфально. Молодцы, молодцы. Слышали эту гонку. Ну что ж, а мы расстаемся. На этом с вами компанию вам составили Алексей Жиров и Алексей Михайлов. На этом все. Счастливо. Гоняйтесь под парусом. Пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok